всем привет друзья с вами как всегда макс канал максим лисовский друзья мои пришла мне посылочка от интернет магазина ссылочку я оставлю в описании заказал я себе для колбасных дел шприц колбасный на полтора килограмма и здесь у меня два шприца колбасных один мне один моему товарищу так как хочет тоже вступить в ряды начинающих колбасников и делать свое колбасирование ну что приступаем сейчас аккуратненько это все дело откроем тут две коробочки так шприцы у нас называется ванесса ванесса так но один мы отставим а будем свой распаковывать там я ссылку скинул вам посмотрите что это производство я просто уже забыл что это производство давайте сейчас посмотрим так имеется у нас крепление вот такие вот к столу так это у нас насадка будет сюда ключик но не золотой друзья мои не золотой у такой ручка вот такой у нас куча насадок ребят диаметр я вам не скажу но тут не пишут такая вот тоненькая насадка все посмотрите на сайте какая вот насадочка не хоть бы размер писали но размер не пишут четвертая насадка ну естественно 5 насадка у нас но это вот крышечка на насадку возьмем одно насадок она получается зажиг на пол оборота прокручивается будем откручивать такой легкий понятно это у нас выдавляться ребята показывали в интернете это вот штука когда давит эмульсию через нее остаются назад выходит эмульсия немного и через нее остается она в шприц шприца но все посмотрим там есть решение проблем если такого проблема будет мы ее устраним я вам все покажу вот он шток все так тут легко ничего делать ребята тут проще простой пареной репы тут не присоска тут просто чтоб он не катался на этот вот она а все понял я она шприц ставится у нас на стол до ставится на стол поднимается вверх и присоска у нас срабатывает ухты ну круто конечно это дополнительная штучка да 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 кстати оказывается она получается ребята вот так присоска ну я думаю вот это вот долго не понадобится значит так чтобы мне было удобно давние крути не надо было его установить сюда правильно на край ладно это все мы сделаем ну давайте посадим сюда насадку все насадка снимается раз вставили другую какую захотели прокрутили пол оборота и пожалуйста шприц ну естественно нужно будет открутить перевернуть шприц вертикально набить сюда фарша но если у меня на кило двести у меня есть ветчинец она по размеру практически такая самая да я смотрю что такая самая то я думаю здесь полтора килограмма фарша влезет вот на что прокручиваем все на шток у нас быстренько вылез набили фарш перевернули зажали ну ребят присоска конечно вообще шикарно вот так ручка у нас есть да я немножко не так его поставил ничего сейчас я перекручу по-другому я вам потом все в действии покажу как это все ручка у нас тоже получается закручивается да ручка у нас не одевается как на мясорубках ручных закручивается давайте я наверное ребята уберем об присоска не ну вообще классно я вообще доволен ребят немножко вот так я поставлю будет вам видно да и сейчас этот раз бокал бокал папа и все коллеги шайбочка гаечка но это мы зажмем и ребят смотрите все и погнали крутить естественно там процесс идет давится идет свободно не зацепается как говорят ребята на крупнозернистом фарше проблем никаких нет выдавливает весь фарш и не остается не выдавливает назад а через эмульсию немножко говорят остается ну посмотрим есть там решение этого вопроса все дальше мне не пойдет ручка то я потом покажу как это можно сделать чтобы не выдавливалась назад не оставался у нас задней части часть фарша не оставалось ну вот такой вот у нас шприц колбасы напомню еще раз ванесса ссылочку я оставлю в описании в действии я вам покажу его ближайшее время я сейчас представил сделал обзорчик рекламку этого шприца вот когда уже будем с ним работать но он не вообще понравился это присоска обалденная штука друзьям легко и просто и погнал ну ребята 18 пальцев вверх ладно можете сделать два три пальца вниз если захотите если вам не понравится ну хотя друзья мои вы знаете я долго сомневался по цене по цене этого шприца и объем маленький ну так я супругой посоветовался ну объемы продажные мы не делаем на продажу я имею ввиду мы делаем для себя для своей семьи скажем так сделаю на три килограмма фарш ребят влезет сюда полтора килограмма хорошо если производитель как заявляет на полтора килограмма ну один раз сделал колбаску быстренько снял вот эту вот всю штучку открутил набил фарш поставил и погнал дальше ну проблем я тут не вижу никаких тем более откручивается ну все очень даже легко все вытянул перевернул на 1 трамбовал догнал до того момента сколько у вас там фарша примерно ну вот так вот почти до конца и пожалуйста зажимай и вперед насадили колбаску даже можно и делать это самому но если есть помощник или помощница без проблем вообще ребята все на этом все с вами был макс пальцы вверх до скорой встречи колбаска скоро будет не за горами увидимся всем папа и и и и и